На новосибирском заводе «Леотех» уже в апреле в два раза увеличат количество рабочих мест. Напомню, история инновационного производства складывалась непросто. В 2012 году китайские партнеры завода не смогли обеспечить плановый сбыт продукции и бесперебойную поставку сырья. И тогда компания оказалась на грани ликвидации. Однако предприятию удалось выжить, и сегодня завод посетил глава Роснаана Анатолий Чубайс. Здесь «Газели» плюс «Гольфкар». Это, скажем так, еще из-за старых времен две машины. Сейчас мы их здесь поставили, просто показать, что раньше планировался спрос, который будут употреблять вот эти устройства. Сейчас вот слева показаны три изделия, которые реально производятся и употребляют наши ячейки. Это вилочный погрузчик, в котором ячейки используются. И сейчас завод уже делает не только ячейки решения. За погрузчиком вот это уже новое абсолютное изделие – это батарейный ящик. То есть это для троллейбусов, которые здесь, на заводе, уже собираются. Сегодня основная продукция предприятия – это источники бесперебойного питания, литий-ионные аккумуляторы, автономные солнечные системы и зарядные устройства. Среди клиентов – Леотеха, государственные компании и крупные частные транспортные предприятия. Например, в прошлом месяце Аргентина закупила уже вторую партию троллейбусов с запасом автономного хода. На этих машинах установлены новосибирские электрические батареи. В ближайшее время большая партия электротранспорта с аккумуляторами Леотеха поступит в южные регионы России.